Приветствую! В новостях стима по игре с кам прошла следующая информация. На текущий момент мы с вами играем всего лишь на 1,4 от территории, которая планируется к релизу. Собственно на скриншоте разработчиков с Reddit вы можете лицезреть. Красным выделена область, которая сейчас доступна в игре. И благодаря информации в стиме от разработчиков мы с помощью специальных команд даже в соло игре сможем на практике посмотреть, что полный цельный планируемый мир скам собой представляет. Если будете делать так же, советую выбирать самый простой никнейм из одного слова, поскольку с дополнительными символами у меня телепорт команды не работало. Собственно вобьем сами команды в чате, которые вызываются на английскую t или на русскую e. Команды я добавлю с координатами в описании под ролик, а также закреплю в комменте. После этого у нас произойдет загрузка и мы с высоты птичьего полета, вот мы на карте находимся где-то в центре, но по факту вращаем и на карте наша стрелочка остается без движения синяя. В общем можем наблюдать, вот смотрите, вот часть, видите, она огорожена как будто большой китайской стеной. Это то, где мы сейчас с вами все играем, вот прямо подо мной. То есть я над ней нахожусь в центре на огромной высоте. Если посмотреть в другую сторону, можно обнаружить вообще какой-то остров совершенно отдельный. Если я не ошибаюсь, по-моему там зимний биом находится, то есть там зима где-то. То есть горы, может быть там снег, возможно это как бы обман зрения. Также я вижу еще один остров вдалеке. Непонятно, они играбельные или просто для красоты на будущее, какие-то заделки. Сложно сказать. Ну и собственно вот, нам доступна действительно лишь одна четверть от всего континента, хотя на остальной части континента, отсюда по крайней мере я не вижу разницу в биомах. То есть кажется есть немного пустынный биом, зелень и все. То есть зимы я все же не вижу. Но пока рано естественно судить, это еще альфа, ранний доступ, возможно все изменится. Расстояние конечно просто гигантские, но поэтому в будущем планируют в игру добавить также средства передвижения, в том числе не только автомобили всякие, но и даже средства передвижения по воздуху и воде. И с помощью собственно еще одной команды мы сможем лицезреть великую китайскую стену под другим ракурсом, под 2D ракурсом, можно сказать. В общем по-разному. Вот собственно эта стена, которую я с высоты птичьего полета обозревал. Довольно антуражно выглядит, но к сожалению мы проваливаемся за пределы карты, потому что она еще не сделана дальше китайской стены. Ну то есть сама текстура карты есть, хотя возможно и текстура будет изменяться, потому что я вижу, что она какая-то такая уголимая текстура, еще видно что совсем наброски. Интересно будет ли убрана сама стена или будет какой-то например способ выбраться за ее пределы. То есть например все начинают внутри вот этой китайской стены и уже такие прошаренные, продвинутые более игроки могут выбираться за ее пределы. Вот видите на карте я вроде бы себя не нашел, меня тут нету. Это означает, что мы за пределами пространства и времени. Теперь что касается задержек с патчем, у меня было несколько версий на этот счет. И одна из версий была как раз в том, что возможно разработчики перфекционисты, они не любят полумер, им сложно работать по чуть-чуть. И они либо сразу делают что-то масштабное, либо вообще не выпускают обновь грубо говоря. И буквально вот сегодня лазил по форуму русскому и нашел подтверждение от модератора о том, что действительно разработчики GamePiers перфекционисты. Перфекционизм хорошее качество, но надо признать, что фикс в своевременной русской локализации все-таки спас бы игру от ряда негативных отзывов и разочарований со стороны игроков, которых в принципе понять тоже можно, потому что не все хотят делать танцы с бубном. Понятно, что это ранний доступ, понятно, что будут баги, но все же настройки должны работать корректно, на мой взгляд, и маркетинговый отдел должен об этом разработчиков уведомлять. Но они так решили. В конце концов, если бы они не были такими дотошными перфекционистами, возможно они бы и не взялись в целом пилить такой проект, где у вас есть отдельный показатель витамина В, витамина С, Д, А и множество-множество других вещей, с которыми мы с вами столкнулись впервые именно в этой игре. Тему с багами разработчики на форуме удалили, ну да ладно. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто отписался по просьбе моей в предыдущем видео, всем, кто не был равнодушен к проблеме багов. Вообще хотелось заснять эту тему, но поскольку ее удалили, это уже не получится. В любом случае и мы, и разработчики получили некий опыт. Какие-либо баги вы можете фиксировать также на видео, я думаю лучше делать это на видео, а не на скриншоты, потому что на скриншотах не особо понятно, что к чему. К тому же их можно редактировать, а вот с видео все обстоит посложнее, монтаж, я думаю, чтобы дурить разработчиков мало кто будет делать. Это к тому, что, к сожалению, бывают фейковые жалобы, то есть, например, человек плохо разобрался с какими-то механизмами в игре, просто чего-то не понял и он сразу сторчит баг-репорт на форум. Это не дело, лучше, конечно, поищите решение своей проблемы или спросите у кого-либо. И если вы уже убедитесь, у вас будет более веский повод о том, чтобы писать, тогда действительно высказывайте свое мнение обязательно. Все равно вы можете на форуме создавать отдельную тему, которая, я думаю, будет замечена разработчиками, особенно если вы видеофиксацию прикрепите. На видеофиксации, если этот баг какой-то локальный, то есть в каком-то лишь конкретном месте он работает, тогда также покажите на М-карту, то есть где именно вы находитесь, чтобы проще было им потом найти и не делайте видео слишком долгим, желательно. Теперь мое личное мнение, может быть оно неправильно и не совпадает с чьим-либо мнением, я не претендую на истину в последней стране, я просто высказываю, что думаю по поводу карты и всяких там средств передвижения и прочего. Быть всем на слишком маленьком узком месте, как в какой-то контре или квейке, где просто неимоверные скорости, никакой тактики, все на реакции, это конечно не про жанр выживалки и точно не про эту игру. Я сам люблю большие территории. Но на данный момент, на мой взгляд, в игре и так слишком большие пространства, на которых играет слишком маленькое количество людей. Также чрезмерно большое количество серверов, в том числе официальных. Я думаю, что лучше часть серверов распустить официальных. Частники пусть делают хоть сколько серверов, это конечно право каждого. Так вот, распустить часть серверов и средства, которые расходуются на их обеспечение, аренду или закупку, неважно, пустить на то, чтобы сделать серверов меньше, но чтобы на них было больше слотов для игроков. Например, человек 120, 150, ну или как в Расте в идеале 200. Потому что даже с имеющейся картой в игре, я зачастую бегаю на переполненном сервере, ну как на переполненном, там 59 человек. И я не могу никого встретить. Ну если, конечно, я не бегу на локацию аэропорт. И то у меня несколько раз было на заполненном сервере в аэропорте. Я сидел с другу новым, я бегал с Калашниковым. Везде бегал, максимум встречал людей, которые только что зареспаунились. И то не часто, я так скажу. То есть пространство в игре и на данный момент уже очень огромное. И с другими людьми взаимодействие редко, даже если ты его ищешь. На мой взгляд, это не очень хорошо. Соответственно, делать еще более и без того огромное пространство логичнее, когда сервера будут поддерживать соответствующее количество людей. которые смогут более-менее равномерно распределиться по всему этому огромному пространству. Соответственно, и транспорт, и всякие прицелы для пистолетов, конечно, нужны. Но делать это нужно в свое время. Когда в игре будут уже базы, какие-то более продуманные нычки и так далее, чтобы можно было сделать чисто свой уголок. Не один ящик, который кряво ставится. А именно что-то реально похожее на базу или какие-то, я не знаю, нычки, как угодно. Также хочется фикса проблемы с падением производительности у игры с течением времени. То есть там то ли утечка памяти, то ли еще что-то. Но FPS падает с 60 фиксированного, который я специально установил 60. То есть у меня там за сотню, если не делать фикс FPS. Но я поставил 60. И все равно он проседает со временем до 40-45. То есть какая-то утечка оптимизации. С нетерпением ожидаю следующего патча. Хотелось бы более оперативного решения проблем, которые руинят игру чуть более чем полностью. Понятно, что в том же Rust, к примеру, обновления, действительно глобальные, выходят раз в месяц. С ними же происходит и вайп серверов. Но Rust существует очень давно, он пережил полный ремейк и еще много всего. Он более стабилен. Но даже в Rust время от времени случались ошибки, приводящие к полной неработоспособности игры. Такое было время от времени. Право в Rust такие ошибки, как правило, исправлялись хотфиксами в течение получаса. Максимум в течение суток. Еще раз каждому лично выражаю огромную благодарность, кто поддержал в теме с багами. Будем следить за данным проектом и стараться участвовать в его развитии, чтобы наши интересы учитывались. Спасибо за внимание.